Всем привет! Меня зовут Фаня Сахарова и сегодня я буду дописывать картину Дега. Напоминаю, что работа у нас была при помощи проектора. В этом сеансе проектор уже не понадобится, потому что, в общем, рисунок у меня встал, все, все тут хорошо, но вы в течение работы, если вы, допустим, понимаете, что вы сбились, что что-то с вашим рисунком не так или просто переживаете, вы можете заново выставить проектор и проверить, все ли у вас нормально, потому что часто так получается, что в ходе работы забываешься и теряешь рисунок. Так что если есть необходимость, то снова подставляйте, проверяйте, хорош, правильен ли у вас рисунок и продолжайте работу. Я сегодня буду писать, картинка у меня просохла, но времени прошло немного, поэтому я буду работать просто на обыкновенном разбавителе и попытаюсь, конечно, перевести пастель на масло. Нет, ну это не сложно, но здесь есть особенности, есть особенности и я их, конечно, буду проговаривать. Утага во всей картине такой падающий штрих, даже не падающий, а он как будто стекает, как будто стекает, если вы внимательно присмотритесь к оригиналу картинки, то все у него штришочки вот такие, они вниз, ну за исключением, допустим, юбок только. Вот юбочка сюда направилась, сюда, это сюда. Все остальное это падающий такой падающий штрих. Немножко по цилиндру он, конечно, штрихует, но в основном это все спускается аккуратненько. Тела у него белесые, в прошлый раз у нас просто была подкладка смуглая, в этот раз потихонечку уже начинаем выбеливать, подступаться к окончательному виду. Не по всей длине, с учетом того, что рука, она загибается, что у нее есть, как это правильно сказать, форма, наверное, и что на выпуклом участке вот здесь вот самый светлый, самое светлое проявление на самом выпуклом, а дальше оно потихонечку уходит в темноту. Что это белесое, есть она не по всей руке, не по всей длине руки. Также там помимо белых таких проявлений, желтоватых, там есть холодный рефлекс такой, голубенький-голубенький, нежный-нежный. Спасибо. 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 Смотрю на картинку, подбираю оттенки. Смотрю на какое-то закрытое, но надо, конечно, будет умудриться не перебеять. Самое светлое на самых выпуклых участках. Продолжаем. 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 Наверное, я заведу вторую кисть для теневых, чтобы у меня постоянно не мучиться, не очищать кисть. Я заведу их две. также нужно стараться создавать вот такие мазочки делать имитацию пастели световые проявления на девочки они с желтинкой идут поэтому в ваши белила охранные белила должен попасть розовый ой желтый ну пока вот так приблизительно особо не вдаваясь еще пока в такой окончательный рисунок с такими акцентами пока вот нам нужно создать такое потому что нам нужен нужен слой куда бы это вошло так что у меня видно у меня нога видно рука давайте доштрихую до этого просто когда далеко камера крупный план показывает не очень видно поэтому я буду период периодически переключать камеру чтобы вы поняли как движется кисть сколько на ней вещества вот вот примерно ну ка фокусируйся вот примерно вот столько вещества я беру ни много ни мало и оно такое вязкое набирая набирая лишнее остается на палитре вот вот такое вот вот на этой части руки самое светлое и тут такой мазочек по цилиндру вот здесь нужно потемнее я чуть-чуть отступила подхватила охру штрихую с охрой что вот она уже смуглее чем это и уже падает вот здесь и как это и 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 Тут теневаем. Светлая рука. Мы сейчас расправляемся и со светом. Свет-тень. И рисунка добавляем. И добавляем плотности. Светлая рука. Поэтому об этом надо помнить и не торопиться, потому что за один сеанс такое не получится. Тут еще светлее белило и совсем чуть-чуть желтого, чтобы он не желтым был, а все-таки белым. И растворяется. Может, потом еще добавлю. Даже рисунок наоборот пропадает. Ну, это нам на руку. Часто так бывает, особенно на уроках, когда Игорь показывает что-то, и человек на мастер-классе увлекся, писал, писал что-то, вырисовывал. И рисунок стал очень жестким. А потом подходит Игорь, сбивает этот рисунок, хотя он же делает в минус картине, он убирает вот эти все лишние движения. Но от этого, наоборот, картина начинает звучать по-другому. Потому что расплывчатое, оно лучше жесткого. Так часто получается, что рисунок разобьешь, а он становится приятнее. Особенно это в портретах. Когда все черты лица плавные, спокойные, это наоборот лучше, чем жесткий рисунок. Немножко голубых рефлексов. Я возьму это ультрамарин, тоже чуть-чуть, вбелила чуть-чуть ультрамарина, чтобы это не были синие синяки на руках и теле, а чтобы это были такие нежные рефлексы. Вот тут они. Вся нога, синий вид, потому что это уже юбка. Но не плотно, не плотно, с продресью, чтобы нога, она виднелась. Вот так вот. Лицо у меня фея литовит у нее. Если фея литовит, а не просто голубит или синий, то мы добавляем розовый розовый, ультрамарин. Все чуть-чуть, ну капелька совсем на краю кисточки. Много белил. Размешиваем хорошенечко. И наштриховываем. Ну, все зависит от интенсивности. Если прям блик такой фиолетовый-фиолетовый, то и краски, соответственно, больше. Вот тут у нее на лице два пятнышка, фиолетовит, хорошенечко. Перед и после уха. Тоже пока только пятна. А потом, когда вот это вот уже все появится, вещество появится, тогда уже будем добавлять таких четких, четкого рисунка будем добавлять. Видно? Видно. Пальцы сиреневят. И я все это стараюсь не перемазывать вдруг другую краску, а сверху. Сверху аккуратненько, легонечко. Так, тут, наверное, я сначала добавлю. Активнее, по-первых. Активнее, активнее. И тоже оставляя продресь, чтобы нижний слой, он виднелся. Тоже ощущение такой махристости появляется. И вот эта махристость, она нужна. В этой работе особенно нужна. Так, ногу. Сейчас увеличу ногу. Тоже сначала пройдусь цветом тела, а потом уже зайду рефлексом. Падательное настроение. Сбиваю этот жесткий рисунок, который я положила изначально в первом сеансе. Тоже самое цвет ноги. У нее обувь. Как раз я здесь ее немножко порисую. Теневая по этой стороне. Теневая нежнее появилась. Потому что в первом сеансе я положила такую грубую. Наспех, быстро. Светлые акценты вот здесь и вот здесь они падают. Можно даже периодически использовать вот такое движение, чтобы оставались вот эти бороздочки. Ну, в меру, конечно. Вот тут свет на веревочке. Свет на обуви. Свет на обуви. На балетке этой. Чуть-чуть темноты. И тут еле заметный рисунок вот этих веревочек. Точно так же еле-еле показываем. Вот здесь он только напрягается. Пока такой. Пока не активный. Дальше уже придет... Тут тоже теневая. Вот внизу. Только вот тут этот блик. Так. Ну и сиреневый. Тут активный сиреневый рефлекс. Какая бы живопись она ни была. Масло. Это пастель. Акварель. И чтобы не писалось тело или портрет. Как только появляются рефлексы, все сразу же становится оживать. И это потрясающе. Я очень сильно люблю рефлексы. Так. Тут нога растворяется в рисунке. Тут рисунка нет. Тут пачка начинается и все. На этом где-то месте уже заканчивается линия четкой ноги. Вот так вот. Попишу эту панту. 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 Лисунок уточняю. Потому что в первом сеансе он у меня не был прям на сто процентов правильно положен. Поэтому вот второй сеанс времяисправлений. И тоже наштриховываю пятнами. Заведите себе обязательно масляную пастель набор. Ну и желательно большой, чтобы не мучиться с цветами, потому что краску вы, допустим, можете замешать какую вам угодно, а пастельку особо и не смешаешь. Ну и часто смешать-то можно, но часто бывает, что она нужна вот в каком-то чистом виде. Купите набор побольше и особенно в работах Дега покопируйте их, пожалуйста, потому что это на самом деле огромное удовольствие их писать. Купите пастельку и работайте сверху краски. У меня осталось совсем мало цветиков, потому что у меня Василиса ее куда-то делала. Было несколько больших наборов, и куда-то они все делись, потому что она периодически приходит. Я ей даю что-то порисовать, мы с ней рисуем. И все это куда-то уходит. Я найду обязательно, а если не найду, то куплю. И буду дополнять работки. И не только Дега, а вообще, в принципе, масляную живопись. Попробуйте обогатить штрихами масляной пастели. Это будет что-то невероятное. Вы меня поймете. Если вы смотрели видеоурок, ну просто видео, про балерин Дега, я там, хоть и съемка быстрая, но я там показывала, как я работаю пастелью, как я наштриховываю. Вы поймете, что это очень красиво. И такие особые ощущения. И по-особенному оно дополняет масло. В этой работе я тоже попробую, но мне не получится поработать во всю меру, потому что у меня тут всего 5 светиков. не очень там много, но немножко покажу. Так, светик на этой девушке. Сначала свет, световые проявления, или максимально светлый. Потом теневые, потом у меня идут рефлексы. Вы пишите, как вам удобно. Ну или моим. Моим методом. Тоже, в общем-то, эффективно. Вот. Так. Продолжение следует... Лица тут нечеткие и как бы невыразительные, может, не вполне симпатичные, так что насчет этого не переживать. Тут пальцы, под шеей пальчики, пока вот такие вот обозначил. Теневые. Вот в таких моментах очень сложно сохранить рисунок. И не только, допустим, в импрессионизме или конкретной этой картине. А вообще, когда второй сеанс, начинаем дополнять веществом, дополняем, дополняем. И так часто бывает, что стирается рисунок. Допустим, затираем нечаянно ноздрю, глаз, и оно теряется. И бывает сложно его найти. И в таких случаях помогает проектор. Ну так вот, мысль. Я ее вроде проговорила, но тут приходил Игорь, сбил меня немножко с толку. Когда мы уточняем рисунок, он теряется, потому что мы что-то затираем. Рисунок теряется, а его мелочь, допустим, бывает. Что-то чуть-чуть сдвинулось, но смотришь, но оно не то. А найти ты его заново не можешь. Сложновато. Вот в таких случаях тоже помогает проектор. Я это проговорила, проговариваю еще раз, и чисто для себя, и для вас. Ну, чтобы закрепить. Сиреневый. И оранжевый, и сиреневый. Тут все. Тут он тоже. Теневую обозначаю. Даже вот этот рисунок, который четкий у меня был, даже я захожу за его края, нарочно его забиваю. И то становится симпатичнее. Потом я разумно это все уточню, и никаких проблем. Слишком головой. Так, синий. Или даже голубой. Такой темный. Вот он мигает здесь в теневой. Мигает, мигает. Здесь, ладно. Сейчас добавлю. И с красненькой приду. Синий с красным. Вот такой смуглый-смуглый темный цвет. Там есть вот эта смуглость. Она нужна, мы ее добавим. Далее, с светлыми приду. Тоже с такой фиолетовинкой. Даже вот этот синий надо было все-таки сверху положить. Я хотела, потом засомневалась. Вот так. В общем, не повторяйте мои ошибки. Синий придет сверху. Ну, тоже мне ничего страшного. Не так хорошо. Потихонечку со штрихом спускаемся вниз. Потому что все зависит друг от друга. Оранжевый краснит. Вот тоже. Добавляю. И даже не втирательно, а кисточку даже вот веду и перекручиваю. И оно такое... Особый след создает. Оставляет за собой. Толком не перемешивается, а рисунок, узор остается красивый. Если нужно сверху вот так вот что-то положить, то, пожалуйста, вот пользуйтесь этим способом. Еще раз проговариваю, что у меня рисунок немножко сдвинулся. Вот не хватает у меня вот... Ну, вот совсем чуть-чуть. Два сантиметра, наверное, каких-то. Так что... У меня маленький... Маленький сдвиг есть. Такую зеленинку здесь. И даже тут толком четкой границы нет. Оно вот таким вот перемешиванием на картине и остается. У него так. Мы добавляем точно так же. Ничего от себя не придумываю. Если он себе разрешил так оставить, то мы и тем более. Наверное, кисточку возьму чуть-чуть полупругие. Кисточку немножко возьму более упругую, чтобы в платье писать. До этого я работала вот этой кисточкой. Наштриховывала. Вот такая вот она. Сейчас возьму чуть побольше. Так, где камера? Вот. Ну, вот. Она просто чуть-чуть плотнее у нее. Ворс. Она будет такой упругой и будет давать то, что мне нужно. Немножко сейчас увеличим картинку и потихонечку пачки порисуем. Одежду. Палитру. Чтоб рукой не заслонять вам. И потихонечку тоже махристо. Это значит, что у меня краска она такая достаточно вязкая. Но при этом с ней удобно работать. Кисть, ну, кистерки у меня не устает. Потому что у меня соблюдена такая мера, что у меня краска и густая, практически без разболителя. Но в то же время мне не трудно ее с ней работать, ее размазывать даже, можно так сказать. Может, когда мы приближаемся к другому проработанному участку, немножко активность сбалить? чтобы не переделывать работу. но вот так не прям одним цветом. где голубит больше я добавляю голубой. Вот так практически по всей юбке я сейчас пройдусь. И не только по этой юбке, а по другой и по всей картине. я всю картину трону. Кисть у меня лежачая. вот основной цвет есть. Дальше Дальше я, допустим, беру белый. Там есть такое светлое. Белым он у меня все равно не будет, потому что краска же вмешивается друг в друга и темнеет. Но вот такие вот островочки я оставляю. чтобы не было вот таких катышков берите чистые белила. У меня немножко застыли, поэтому немножко они с такими ворсинками. Ну, не с ворсинками, а катышки. Самое подходящее слово. но можно не заморачиваться особо и на следующем, на следующий раз, когда картина высохнет, либо вы хотите еще писать, либо просто она высохла, а вам не нравится, что вот у нее есть какие-то крупинки, то вы можете их наждачкой убрать. Вот так потереть наждачкой, только аккуратно, чтобы картина просохла, иначе задерете просто краску и все, и придется переписывать. А это лишние хлопоты, зачем надо, так что так. тут синий, вот эти белые вот белые участки на картине, которые я в первом сеансе оставила, я их в этом заштриховываю. так, вот здесь и оно переходит на ногу. другую кисть возьму, синие мне нужны, и тоже аккуратно сверху, не сильно вмазывая, вот так вот махристо. я вот эти синие полосы добавляю. и вот тут, которые я не добавила, добавила сначала, вот как они разумно звучат, когда они пришли уже на краску. оранжевые точно так же вот они есть. Вот. И тут оранжевые есть, только не такой грязный, как у меня, там надо кисть почистить. Ладно, потом. Хотя, в принципе, оранжевый пробивается у меня. Может, и вы так в первом сеансе больше оранжевого, а сверху придете такой с продресью сиреневого. Вот. И тогда будет этот нижний слой пробиваться, будет очень красиво. А может, еще и сверху добавить. Так. Так-так-так. Синенькая юбочка. Вот здесь. Даже вот немножко захожу за просторы дозволенного, но это ничего страшного. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот здесь оно не однотонное, не однотипное. Здесь даже такие пускай появятся. Так-так-так-так-так-так. Давайте тогда я юбку эту немножко поштрихую, хотя бы самую элементарную работу сделаю в быстром варианте, потому что я все время мне приходится задумываться о том, сколько длится у меня видео. Давайте я сейчас без вас немножко поработаю, а когда будут важные моменты, я обязательно остановлюсь и вам их проговорю. у меня у меня у меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok светлые это все это было бы грязь в нашем случае снизу она не прозвучит так тут такая тенечка на руку заходит она вот фиолетовид я ее добавлю потом такие полосы 1 2 полоса тут какой-то рисуночек такой еле-еле пускай будет пускай темнота это появится чуть-чуть вот таких сверху еле-еле вещества было много работала не сильно нажимаем поэтому появилась такая продресс тут она мне немножко нужна эта темнота как у него не получится конечно пускай она будет тут снова пройдусь здесь ногу наконец-то трону тут прям такой шлепок света вот он теневую трогать не буду чуть-чуть попишем диванчик и тоже огромное пятно на нашей картине это конечно пол его нужно будет умудриться дописать написать правильно постараемся конечно тут я кстати вот вот эти звуки красный и белый это я поставил добавила еще до начала урока вот тут такой красный пятнышко такой яркий оранжевый тоже пару пятнышек а дальше такой светлый у меня это такой телесный цвет прям такой светлый светлый и вот допустим как может поставить то пригодится вот эту линию ее можно наштриховать пастелью то если была пастель сухая то она бы ярче прозвучала а а а а а а Где папа? Где папа? Папа на втором этаже. А где папа? Папа на втором этаже. Папа, где? Наверное, начну я со штрешочков фиолетовых, таких бледно-бледно-фиолетовых. А дальше? Вперемешку. Так, ну чуть-чуть попишу их молча. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Какая красивая притяжка! Очень красиво, понял. Так надо это громче говорить. Идеально, идеально. Прямо действительно, ощущение, как будто ты пишешь не маслом, а этими мелочками. Стараюсь. Очень симпатично. Ой, ты моя хорошенькая. Ой, ой, ой. Ну, навести маму. добавила я немножко сиреневых добавила немножко оранжевых сейчас постараюсь это все собрать мазочками голубенькие и заметьте что они не просто отдельными полосками у них есть пятна вот пятно такая линия сиреневых вот здесь пятно линия такая округлая где-то напряжение где-то меньше вот этих зеленых это нужно проследить и это нужно показать а ну и пастелью я немножко трогала вот здесь бы самое оно пастелью и и себе бы и помочь у кого будут подходящие цветики те добавьте себе вот таких вертикальных полосочек сейчас возьму рыжий этот чтобы было лучше видно вот он даже в масло вписывается не так активно конечно как сухую краску высохшую но тоже очень хорошо так потом вот эту линию облагородить надо мне темнотой коричневый перемешку с таким вот цветом этот же свет уходящий в коричневизну и даже немножко красненького то есть розовый краплак розовый я как раз раз пол чуть-чуть прорисован я добавлю четкости этой ноге рисунка немножко добавлю теневая есть и конечно него еще активнее рыжий рыжий темнота здесь и 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 добавлю тени тени теневой и сюда и у теневых тоже есть рисунок чаще всего линия непростая допустим она идет легко легко потом обострение какое-то и она снова ослабляется поэтому следите за такими моментами не только в этой картине но и вообще теневую добавила и мигает тут теневая может переборщила здесь тоже еще обострение вот ну а платье и чуть-чуть рисунком займусь что вот эти границы которые я все это время размазывала я их соберу тогда получится такая конструкция соберется и уже рисунок по-другому зазвучит мне сейчас нужен такой прям оранжевый яркий оранжевый цвет вот Продолжение следует... 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 Сначала теневую обозначу, а потом этот яркий рыжий, который переливается красно-рыжий. А сверх этого уже приходит охрянный блик. Непонятное пятно волос здесь, у этой мадам. Даже вот тут красненько сюда уходит. Даже в теневой она есть, сейчас мы это будем показывать. Тактильные. Потихонечку будем идти их обозначать. Охра мне понадобятся, коричневые мне понадобятся. Сейчас будем смотреть по рисунку, где какие нужны. Охра, желтая, английская, красная. Тут что было на палитре перемешала, немножко начинаю добавлять. Как раз теневую. Теневую. Аккуратненько. Не просто простой линией поставили прям плотно кисть. И одной простой линией ведем как ручкой. Нет. В руке кисть движется. То напрягается, то ослабляется. Это нужно смотреть по рисунку. Все эти моменты нужно проследить. Лишь иногда переходим на вот такое вот состояние руки. Обычно все это... Кисть обычно так держим. Вот он, допустим, больше только в охру уходит в него. Вот. Обозначили. Здесь наоборот аж в краснилку такую. Беру краснилку. Все эти цвета, они у меня как раз на палитре есть. Так. Обозначили. Вот так. Вот тут такой легкий рисуночек. Тут рисунок появится за счет теневой. Там даже такой зигзаг у него есть. Интересно остался. Вот. Вот. Пока так. Носик у него тут красный. Подбородок красный. Шея тоже красная уходит. За ухом краснит хорошенечко. Тут даже волосинка виднеется вот так выпала из общего настроения. Вот. 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 Здесь вообще даже такие черные подчеркивания. Это будет у нас умбра. Может даже тоже добавить чуть-чуть краснилки, чтобы она выглядела более-менее естественно. Вот тут возле носа, где нос касается с локтем, тут прям такое темное-темное подчеркивание. Снова оно ослабляется и вот тут снова напряжение. Сверху точно так же. И здесь четкая линия. И здесь четкая линия. Четкая линия. Четкая линия немножко пропала, снова четкая линия. Как-то так. Все это нужно будет смотреть на оригинал картинки и проследить. Вот тут волосы. Волосы, линия лица. Тут такой сложный рисунок. Шея. Между пальчиками. Не обязательно там каждый пальчик вырисовывать. Пускай вот парочку там будет намеком. И нормально. Если хотите вырисовывать, то вырисовывайте. В принципе не сильно страшно. Не преступление. Ухо токами не обозначено. Тоже умброй. Так, нос, перегородка. Тут что-то типа ноздрички. Вот тут возле руки. Губы. Их тоже вот в пару движений. Там непонятно, что нарисовано. Там просто точечки. Так. Переборщила. Тут вот ямочка. А тут я слишком далеко ушла. Вот это закругление. Бровка. И глазик. Ну и у этого вообще вот такая линия есть более-менее. линия вот такая темнота. А потом какие-то такие белые сполохи. Тоже их добавим. Прям даже не замешиваю. Возьму белила. Пускай они тут перемешиваются. И отделю тело от платья. Вот этим белым. Здесь вот при помощи белого. Тут оно вообще вписывается одно в другое. Тут нет четкой границы тела и фоны. И пускай оно так будет. Просто умненько границу расстряхуйте, чтобы она пропадала в нем, что ли. и все, и больше там ничего не надо. Вот так вот. Так, ну другая рука. Вот красненька здесь в теневой. Хоть теневая там и смуглая очень, но там есть красный. Этот красный нужно добавить. Вот так вот. 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 Продолжение следует... И тут так разумно нужно вот эту красненку расштриховать, потому что она тут соседствуется с синим. Вот такое. Вот тут подчеркивается. Вот эту границу, что мы сбивали, одно находило на другое, она сейчас собирается при помощи вот этой графики. И все, в принципе, начинает выглядеть разумно. А где это ты? Так. 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 Рука немножко потерялась. Вот так. 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 И такой глячок Вот так